итак ребят всем привет всем подписчикам канала поиск 63 рус ну и естественно гостей канала сегодня я выехал на очередной коп но выехал один никто из камрадов не смог приехать я выехал на место такое знаете густо засеянный здесь травка уже повылазил по весне здесь травку полили я не знаю специально нет но по весне здесь были неплохие находки и я приехал снова сюда потому что она далеко от населенных пунктов чтобы меньше глаз меня видела и я приехал сюда посмотреть что здесь у нас происходит но трава высокая примерно где-то уже по грудь трава но все же сейчас я соберу свой прибор макро рейсов и пройдусь немножко здесь дождик у нас прошел сейчас естественно буду по пояс весь мокрый погода у нас налаживается так что погуляю в эту область посмотрю что у нас здесь есть остановился я здесь вот на полянке полянка здесь оборудована костром видно здесь ночевали потому что хорошо утопленное место были вот возможны места под палатки надеюсь это были мои камрады в общем не любители моего хобби а рыбаки потому что здесь вот протекает речка я вот надеюсь что здесь были не мои товарищи ну сейчас я вам покажу речку которая здесь протекает вдоль речки вот так вот была деревня чуть подальше вон там был екатериновский тракт на этом тракте я поднимал чешую петровскую монеты разного калибра большие и маленькие разных эпох и сейчас я попытаюсь вместе с вами погулять подышать свежим воздухом а в общем отдохнуть если находки будет естественно вы их увидите порадует мой взор и ваши глаза вот кто сидит дома копать не может но любит это дело так что смотрите сейчас я вам покажу здесь вот местные достопримечательности в низине у нас имеется небольшая речушка вот и интересно то что здесь вот находится вот такие вот старые бревна не знаю что это именно может обычное бревно а возможно здесь была переправа кто его знает вот там здесь вот у нас был небольшой ночлег товарищей не знаю кто здесь был по крайней мере мусора здесь нету пьянки здесь никакой не было значит и люди чем-то достойным занимались может рыбалка может кладоискательство здесь вот у нас протекает вот такая вот речка интересная вот по эту и по ту сторону речки были урочище где-то в той области урочище было там дальше было урочище где-то наверное с километра три и вот здесь вот у нас тоже имелось а здесь я подымал царские монеты также и серебряные вот ну и советы здесь естественно тоже встречались монеты вплоть до 50-го года советские вот но по царизму здесь где-то начиная от николая первого были монеты вот так вот сейчас мы здесь посмотрим погоду нас налаживается вот жизнь налаживается птички щебечет в общем надеюсь и мне сегодня попрет ну ладно смотрим продолжаем возможно что-то у нас и будет кстати вон там вон вдали сейчас я вам наведу так так вот на вот на вышечка вышка видите вот эту вышку вот около этой вышки был калмыцкий улуз в общем там были у нас калмыки возможно когда-нибудь скором будущем я к этой вышечке как-нибудь доберусь мне сказали что там были калмыки ну кто знает это хобби знают что и кто эти калмыки они очень любили большие монеты домов у них не было велико чего и образ жизни так что не знаю посмотрим ни раз еще не копал на улусах на так я думаю как-нибудь когда-нибудь получится ну ладно продолжаем продолжаем свой день день копа находки будет вы об этом узнаете и так ребята вернулся я обратно к машине прогулялся я вот так вот примерно трава безумно высокая если подойти к травке то верхние концы травы мне получается по шейку сигналы в принципе есть но ходить тяжело очень тяжело сейчас немножко проедусь поисков другого места вот так что трава очень сильно мешает подходящего фундамента я не нашел здесь распахивали поле так что фундаментов практически не осталось видимых тракторами все разнесло везде разброс на красный кирпич керамика в общем распахали все дымовые ямы и найти подходящую ценную яму невозможно так что проеду я куда-нибудь в поисках неподалеку где я показывал там он в той области подумал чешую может туда сейчас заглянул хотя смысла нет туда ребята ездили практически шурфили в поисках этой чушьи ну не знаю куда приеду вы увидите узнаете а так попрощаемся с этим местом копать здесь только по весне так что сейчас мы забудем про это место и даже не будем к нему возвращаться и думать о нем проверили уточнили уехали все смотрим итак ребят приехал я вот вот такое вот красивое место почему красивая вы сами видите что здесь вид просто шикарный нахожусь я вот здесь вот на холме здесь по старым жителям я узнал что в этих местах вот на этом холме были амбары амбары люди здесь не жили но все же есть ребята которые здесь проходили находок здесь не было но наткнулись на росы может на кошелек царских монет трава здесь высокая тоже так что прогулялся наверно минут 30 сигнал ни одного внятного не было я даже лопату не втыкал в землю а хочется чего-то покопать так что я сейчас наверное поеду на старую усадьбу с находками там не особо но там можно покопать здесь вот идет лесопосадка вот это у нас остаток екатеринского тракта вон там он исчезает он и где-то в полях пропадает на распашке но здесь вот отчетливо видно здесь даже видео у меня было я нашел эту дорогу екатериновскую выложена камнем в вплоть до ручья там остался старый мост то что от него осталось так что не знаю находок пока нету показывайте хвастаться пока нечем но и такое бывает здесь у нас от старая церковь старая церковь ее сейчас реконструирует между прочим стоит она на месте старой церкви которая была деревянной здесь сгорела вот эту церковь начали строить в 1905 году если не ошибаюсь на свои средства здесь был тарта товарищ такой кабелема сейчас я покажу его дом он до сих пор существует и является как местное примечательство вот что от него осталось вот он дом вот этот здесь был богатый помещик вот как раз он на свои средства отстроил эту церковь а между прочим по старинке он назывался это деревня кабельма сейчас он называется по другому и по слухам по легендам кабельма он назвал в честь свою собаку которую он похоронил здесь вот и в честь нее он назвал кабельма собака была породистая огромная очень он любил и в честь нее он назвал эту деревню деревня была раньше побольше чем сейчас вот так что вот такие вот легенды ходили про этот небольшое поселение так что ладно поедем мы сейчас в усадьбу извините пока находок нет показать нечего итак ребят приехал я на старую усадьбу моих видео эту усадьба иногда мелькает осталось полноценное здание вот это но это было типа амбара какого-то или что-то в этом роде ну а так основное поместье были в этих кустах здесь куда лопату не воткни везде кирпич наверное все таки я буду продолжать вы здесь вот разрабатывать шурф в тенечке прохладненько комаров пока нет не чувствует мои кровушки так что пока чистые удобно и приятно так ребята решил я вам немножко разбавить болтовни находок пока нет тяжело шурфить усадьбу очень много красного кирпича кругом практически целый кирпич и усадьбу тяжело шурфить очень тяжело шурфить площадь очень большая здание вот естественно площадь больше находок меньше явно здесь полы были очень плотно друг другу сбиты то есть половых щелей огромных не было вот так что усадьбы тяжело шурфить проще обычные домовые ямы площадь шурфа меньше находок больше ну ладно солнышко у нас поднялось уже высоко комары слепни замучили уже с находками пока никак не знаю буду выставлять это видео нет находок нет кому интересно видео без находок не знаю если не будет если материал какой-нибудь интересный появится на находок нет посмотрим на результат просмотров ваших комментарий видео про коп который без находок понравится или нет ладно продолжаем пытаться что-то найти уже за радость поднять какой-нибудь советик ладно смотрим и так ребята иду я от машины взял я камеру а камеру я взял по такой необходимости это я не мог не заснять здесь вот я зашурфился с находками вообще не было ничего туго все одна конинка большого размера и вот здесь вот я уже даже отчаялся с находками туго потом был сигнал всем продолжался я копал копал ведь какую яму выкопал думал кусок железа но нет нет угадайте что это да это у нас пряжка пряжка сейчас мы ее будем доставать с одной стороны у нас такая бяка налет на ней очень сильный ужасный до этого я пряжечку подымал налету вообще никакого не было здесь очень сильная бека какая-то она маленькая сравнение стоян она у меня большая вижу силуэт силуэт вижу двуглавый орел вот сейчас из принципа пойду и от мой ее и вам покажу в каком виде она у нас есть буду аккуратненько водичкой мыс а то некоторые ругаются мол что за нехороший человек монеты трет руками пальцем смотрите земли я и удостал подсыхает и вот совсем вид другой появляется сначала не было совсем никакого рисунка видно но сейчас прям зачетно зачетно появляется у нас рисунок ладно пойду я водички и помою и вам конечно обязательно покажу итак ребята видео у меня получилось достаточно большой на решил разбить свое видео на несколько частей так что смотрите вторую часть очень будет интересная так что ждите продолжение видео и вас она порадует не меньше чем первая часть ну а так ладно смотрите ждите всем пока а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok